Здравствуйте! В эфире живой журнал губернатора. Поговорим о событиях недели. Дефицитный бюджет. Все гарантии по зарплате граждан в бюджетной сфере. Третье – это увеличение доходной базы, потому что мы понимаем, что для того, чтобы убрать или снизить дефицит бюджета, нужно сделать так, чтобы доходы бюджета росли. Было дано указание всем органам исполнительной власти – это сокращение расходов, прежде всего, на содержание аппарата. Прежде всего, нужно все-таки идти к сбалансированности бюджета, о чем и говорил в том числе президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Этого и нам необходимо будет добиваться. Я хотел бы сказать и выразить особую благодарность депутатам Государственной Думы, которые в рамках трехсторонной комиссии уделили особое внимание бюджетам регионов. И в том числе обсуждался вопрос и по Омской области. И на 2016 год практически 12 миллиардов было выделено на замену коммерческих кредитов кредитами бюджета правительства Российской Федерации. Безусловно, это та необходимая сумма, которая позволит нам сэкономить на обслуживании госдолга. И эту сумму в пределах миллиарда рублей, миллиард-миллиард двести, мы сможем пустить на социальные программы и на зарплату бюджетникам. 12 миллиардов – это максимально большая сумма, которая число регионов, которые получили именно вот такой объем финансовой поддержки, это 3-4 региона, в том числе и Омской области. Президент Российской Федерации в федеральном послании дал четкое понимание, насколько сегодня важно поддерживать и развивать малый и средний бизнес. И я об этом тоже говорю, что на территории Омского региона малый и средний бизнес должен стать под защиту власти. В рамках законодательных инициатив и в работе законодательного собрания мы постарались сделать так, чтобы сделать нулевую ставку малому предпринимательству тем, кто только начинает свой бизнес. Мы вышли с такой инициативой перед депутатами законодательного собрания расширить этот перечень, чтобы как можно больше вовлечь людей в занятия малым бизнесом. К сожалению, среди не всех депутатов мы находим поддержку и почему-то часть депутатского корпуса считает, что нужно вообще угробить и похоронить малый бизнес. Просто стереть его с лица земли, потому что он почему-то считает, что он не нужен. Но кроме ироничной улыбки, это никакой реакции больше у меня, допустим, не вызывает. Потому что я просто не понимаю тех людей, которые не видят перспективы развития и России, и региона в целом. С учетом той экономической ситуации, наверное, будут частично срезаны финансирования со стороны бюджета Российской Федерации. Но, тем не менее, на штабе подготовки к 300-летию и рабочей группе, которую проводит город, мы постараемся максимально использовать и максимально провести ту дорожную карту, которая есть сегодня, именно по подготовке к празднованию города. Важно и главное сегодня это дороги в областном центре. Поэтому я принял решение, что не просто к 300-летию, а, безусловно, город должен быть с хорошими дорогами. И из бюджетового столасти мы на эту программу выделяем миллиард рублей. Это беспрецедентная сумма, которая никогда не выделялась на областной центр. При этом я Вячеславу Викторовичу дал поручение, чтобы в первом квартале следующего года уже были готовы проекты, те, которые город считает необходимо сделать. Второе, мы хотим запустить программу, по которой жители города могут дать нам предложение, какие бы улицы они хотели видеть сегодня отремонтированные. Эта работа началась, эта работа ведется, и тот миллиард рублей, который правительство будет выводить на конкурс муниципалитетов, безусловно, эту сумму мы определили как одну из главных задач, которые нам нужно сделать к празднику. Очень важно, чтобы каждый глава понимал, что от его действий, от его работы, от того, как он сегодня построит экономическую модель в своем муниципальном образовании, будет зависеть и общее развитие региона. Это очень важно. Поэтому нам нужно было это донести главам районов, что они сегодня не устраняются из экономического потенциала, а на них мы сегодня также делаем ставку, как и на любой орган власти. Мы должны были дать понять, что райсоветы, депутаты районного уровня и глава района, они сегодня несут солидарную ответственность за развитие района и за жизнь граждан, простых граждан в районе. Поэтому на это и были направлены основные моменты в программе обучения семинара, который прошел с главами. Мы это будем делать на регулярной основе 2-3 раза в год, но мы таким образом будем систематизировать те знания и получать обратный посыл от глав муниципалитетов, чтобы они хотели бы еще увидеть или услышать. Цифра на поддержку сельского хозяйства в регионе по этому году составляет порядка 4,5 миллиардов рублей. Но при этом мы должны понимать, что каждый вложенный рубль в господдержке, в том числе и из бюджета Омской области, должен дать уже ту отдачу, которую мы сегодня хотим получать. Формула проста. На каждый вложенный рубль должны минимум получить 2 и более. Вот эту формулу нужно соблюдать не только тем, кто получает эту господдержку, но и дано поручение курирующим министрам и зампредам, чтобы ужесточить контроль за правильным использованием бюджетных средств, которые направлены на поддержку отраслей экономики. И, безусловно, этот принцип должен соблюдаться в последующей работе. Россияне читали произведения Толстого «Война и мир». И я тоже поучаствовал в этой акции. Сейчас идет год литературы. Я понимаю, насколько важно сегодня говорить о тех классических произведениях. Не просто говорить, а активизировать, наверное, отношение людей к изучению классики. И вот такие проекты, которые запустил канал Культуры, я считаю, и будет одной из маленьких черточек в этой решении такой, ну, наверное, не проблемы, а задачи, которая стоит перед нами. Когда перечитываешь уже в зрелом возрасте, ну, знаете, воспринимается намного шире, богаче, намного как-то вот по-другому, смотришь совсем по-другому на тех писателей, которые действительно являются классиком мировой литературы. А безусловно, начинаешь сравнивать, ну, с Пелевиным, допустим, да, с его там новыми книгами, там «Желтая стрела», там «Жизнь насекомых». И как-то, вы знаете, вот, ну, большая такая вот жирная черта между классикой и новыми современными авторами, которые за счет тех аллегорий, которые они воспроизводят, не всегда понимаешь даже сразу смысл, что они хотят сказать. Даже Харуки Мураками намного понятнее, чем, допустим, иногда, когда читаешь Пелевина, да. Поэтому, конечно, заставляет задуматься и тот автор, и тот, и тот, потому что ищешь изюминку, что бы он хотел сказать и как хочет ее подать. Но в этом плане все-таки классическая литература, она более понятна, более структурирована и как-то более доступна до читателя. Поэтому, безусловно, мы читали именно это произведение «Войну и мир». И я думаю, что если эта программа будет и дальше на этом канале, и продолжаться, безусловно, мы найдем много последователей. На сегодня это все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok